Крупновария на высоковольтной кабельной линии произошла сегодня в центральном районе Волгограда. Оборудование не выдержало превышения допустимых нагрузок, в результате чего около 100 домов в районе 7-й гвардейской улицы остались без света. В настоящее время специалисты в МЭСа устраняют неполадки. По их прогнозам, электроснабжение будет полностью восстановлено к 8 вечера. И о других событиях вернуть исторический облик главному храму Волгограда. С этой целью в Казанском кафедральном соборе были начаты реставрационные работы, которые сейчас идут полным ходом. Сегодня здесь состоялась установка новых золотых шатров куполов. За их водружением наблюдал и наш корреспондент Мария Иванченко. В нынешнем году Казанскому собору исполнилось 111 лет. За более чем вековую историю главный кафедральный храм Волгограда пережил и изъятие церковных ценностей, и закрытие. Но здание, построенное в так называемом псевдорусском стиле, удалось сохранить. Правда, за последние два десятилетия здесь не было капитального ремонта. Только внутренняя реставрация, осуществить которую удалось на средства прохожан. Вопрос о реконструкции собора, который, кстати, входит в реестр особо охраняемых государственным объектов, обсуждался на встрече митрополита Германа с губернатором Анатолием Бравков в феврале этого года. Тогда же глава региона сообщил, что к ремонту храма подключились предприниматели, которые пожертвовали на благое дело около 20 миллионов рублей. И сейчас уже можно оценить первые результаты проведенных реставрационных работ. Восстановление Казанского кафедрального собора – это не только восстановление куполов, это восстановление того образа мысленно, тех благих целей и намерений, которые, в общем-то, начинают нашу жизнь, наши дела человеческие. На сегодняшний день в главном храме Волгограда уже отремонтирована кровля, которая находилась в весьма плачевном состоянии. Покрашены колонны фасада. С установкой шатров куполов облик Казанского собора все больше приближается к первоначальному замыслу, говорят священнослужители. Каждый храм имеет исторически несколько таких форм в виде креста, круга или корабля. А вот Казанский собор в виде корабля выполнен, и шатры были как распущены паруса этого храма. И он был, в некотором смысле, обезглавлен в годы лихолетия. Так что я думаю, что это очень важно во всех, с точки зрения духовной точки зрения. Перед тем, как купола были возведены на храм, их осветил митрополит Волгоградский Камышинский Герман. С молитвой владыка наблюдал и за тем, как устанавливали сияющие золотом шатры. Я думаю, что это самое выдающееся дело церковно-культурного строительства нашего времени в нашем городе. Слава Богу! И всех Волгоградцев я с этим поздравляю. Это поистине важное событие в жизни верующих, говорит прихожанка Анна Дунаевская. Поэтому в храме так многолюдно. Вместе со священнослужителями православные внимательно наблюдают за созданием исторического облика собора. Пусть он будет выше, пусть вознесется. Это ведь не просто так, это все не случайно, это все имеет связь с душой и вообще с человеком. Установка одного шатра на собор заняла около получаса. Это только начало, говорят священнослужители. Впереди еще много работы. Сейчас реконструкция храма в самом разгаре. Три купола из семи уже установлены. Помимо внешнего вида собора, специалисты намерены вплотную заняться и благоустройством территории. Так в ближайшее время все асфальтовое покрытие на территории собора будет заменено на брусчатку. Мария Иванченко, Олег Журавский, телекомпания Ахтуба.